То, в каком состоянии находится природа, зависит от каждого. Сегодня лес – излюбленное место для семейного променада. В выходные дни тут особенно многолюдно. И вот после таких пикников кругом мусор. На субботник вышли дружно. Участники прошлись по самым проблемным участкам лесопарковой зоны. Собралась группа энтузиастов, которые своей деятельностью в рамках недели леса хотят пропагандировать бережное отношение к лесным ресурсам нашей республики. Суть акции заключается в том, что мы возьмем и уберем часть лесной городской территории от мусора. Этим мы покажем обществу, что бережное отношение к лесу – это задача каждого из нас. Мероприятие в нашей республике проходит, я имею в виду, неделя леса уже 13-й раз. И не первый раз мы, эколого-биологический центр, центр туризма, участвуем в данной акции. Поэтому мы уже подготовились. Мы все приобрели перчатки для работы и мусорные пакеты. Сейчас городские власти устанавливают мусорные баки вдоль лесной зоны. И будет нам удобно весь мусор сложить в эти баки. Сделать то, что не сделал кто-то из наших несознательных граждан. Вооружившись всем необходимым инвентарем, участники акции сначала очищали от мусора придорожную полосу. Затем маршрут лежал на спортивной площадке, которая находится в лесном массиве. Эти места пользуются популярностью не только у зожников, но и просто у любителей погулять по лесным полянам. Как результат – бутылки, бумага, фантики. Был составлен перечень вопросов, которых необходимо было нам разрешить. Для этого собрались определенные когорты людей. В данной ситуации это учащиеся моих объединений, которые будут наводить порядок в лесу. Для сохранения так называемого генофонда и популяризации бережного отношения к лесным угодам. В этом году неделя леса еще и приурочена к году Малой Родины и посвящена 75-летию Великой Победы. И это неспроста. Лес – наше наследие и богатство. Сохранить и приумножить которое – задача всех неравнодушных. Помимо того, что акция является республиканской, в ее рамках также проходит и конкурс, посвященный заботе о состоянии легких планеты. Акция республиканского плана проводит ее Министерство лесного хозяйства, которое интерполирует вот этот весь процесс и на учреждения образования. Поэтому мы, как представители педагогического коллектива, должны привлекать непосредственно учащихся для того, чтобы привить к ним определенные элементы бережного отношения к лесу, воспитывать у них какие-то экологические функции. Ну и, естественно, поучаствуем в конкурсе, который уже 13-й год подряд проводится в Республике Беларусь. Конкурс по улучшению генофонда леса. Ну, этой акцией одновременно является и конкурсом, на основании которой производится пропаганда бережного отношения к лесному хозяйству. Напомню, акция «Неделя леса» проходит в Солигорщине с 30 марта по 4 апреля. Присоединиться к благому делу может каждый желающий. За необходимым инвентарем можно обратиться в Старобинский лесхоз или лесничество района. Продолжение следует...